Тумсо, хотел спросить тебя об осетинах, ведь они из народа персов, ты реально считаешь, что они кавказцы? Тумсо, короче, коммунальный долг был у меня 750 тысяч. Звоню, короче, министру, говорю, вам надо закрыть долг, потому что я родственник, и назвал первую вспомнившуюся фамилию. В итоге долг мне списали. Ну, отлично. Красавчик. Тумсо, ты говорил, что территориальные споры Армении и Азербайджана могут быть решены только военным путем. Почему тогда такие же споры Осетии, Грузии, Чечни, Дагестана спокойно решаются переговорами? Потому что это другие. Потому что спор спору рознь, отношения отношением рознь. Где в одном месте применима военная сила, где-то она неприменима. Но, к сожалению, не все можно решить по какому-то единому шаблону. Так это не работает. Тумсо, хотел спросить тебя об Осетинах. Ведь они из народа персов. Ты реально считаешь, что они кавказцы? Они не из народа персов. Они вообще не имеют никакого отношения к персам. Это абсолютно обычный кавказский народ. Самый обычный кавказский народ. Мы одна кавказская семья. Что бы ты ни говорил, Тумсо, историки говорят, что Осетины это персы. Какие историки это говорят? Я в вопросах генетики, когда нам говорят про историков, я это вообще понять не могу. История, это наука вообще неточная совершенно. Наверное, и самая из неточных, это история. История будет у каждого, она своя. Каждый по-своему что-то от себя привносит. А генетика это более точная вещь. Поэтому посмотрите просто ДНК проект осетинский. И вы поймете, что это никакие не персы. Они говорят на фарси, у них язык. Но у нас на Кавказе есть и говорящие на тюркском народе. Но они вообще как бы не тюрки. Они не имеют никакого отношения к тюркским народам. Возьмите тех же кумыков, балкарцев, карачаевцев. Это кавказские автохтоны. Но говорят они на тюркском языке. Например, кумыки, которые проживают и в Чечне, и в Дагестане. В их генетике еще ни одного, ни один ген еще не найден тюркский. У них обычные наши гены кавказские. Перестаньте нас делить. Пытаться какой-то раздор внести в нашу кавказскую семью. Преподнести так, что к нам кого-то там внедрили. Кто-то к нам пришел откуда-то. Засланец и так далее. Ничего подобного. Это все чушь. Мы все кавказцы, испокон веков жившие на этой земле. И нам нужно дальше так же жить. Поэтому лучше примите эту правду. Поймите, что враждовать друг с другом, если мы будем враждовать друг с другом, от этого выиграет только наш общий враг. Давайте лучше мириться. Томсо, брат, без всяких разделений и так далее. Но осетины сами прекрасно знают и признают, что они персы. Это же так. Почему бы тебе и на это не обратить внимания? Ну, я не видел еще никогда осетин, которые сами говорили бы, что они не кавказцы, а персы. Я еще таких не встречал. Ну, может, среди них есть такие отдельные какие-нибудь персоны. Но так, в целом, осетины прекрасно понимают, что они являются кавказцами, как и любые другие народы, проживающие на Кавказе. Все мы прекрасно понимаем, что мы являемся кавказцами. Томсо, ты замечал, что сегодня так называемый турки и туран под предлогом распространения ислама совершают много недозволенного, уничтожая другие нации, считая всех турками и так далее. Твое мнение. Я замечаю, как сегодня какие-то люди пытаются всячески рассорить нас с турками. Вот эта тема турана, постоянные пробросы какие-то, империализм и прочие вещи, видя, что у нас с турками очень хорошие отношения, что сегодня многие участники войны, участники нашего сопротивления, наши генералы, люди, занимавшие высокие должности военной иерархии, они сегодня находятся в Турции, турки не выдают их России, сколько бы там запросов они не присылали. Видя это, мне кажется, это такая специальная такая работа, чтобы всячески нас с турками рассорить и сказать, вот смотрите, вы здесь, мол, их даете им жить, не выдаёте, а они вот что про вас говорят. И заметьте, ведь вот эту вот туранопропаганду, так скажем, её ведь ведут не турки, её ведут какие-то русскоязычные люди, мы даже в большинстве своём не знаем имён этих людей. Я считаю, что это вредные разговоры, абсолютно не имеющие под собой никакого основания. У нас с турками всё нормально, отношения с ними нормальные, братские, и я думаю, что мы сохраним эти отношения, иншаллах, таким. Томсо видел, как Эрдегану подарили карту тюркского мира с территориями России? Я видел это, и это стали сразу преподносить, как вот там туран, вот у них там что-то империалистические эти-то. На самом-то деле, на этой карте была обозначена территория, на которой проживают народы, говорящие на тюркском языке. Вот и всё. Это не значило, что они там собираются что-то захватывать и так далее. Настолько была безобидная простая вещь, на которую, естественно, обратили вот это внимание. Да, и там Кавказ тоже был обозначен, так как на Кавказе есть у нас наши коренные кавказские народы, говорящие на тюркском языке. Поэтому они обозначили Алтайский край, там, Якутия, они тоже ведь говорят на тюркском. Просто из-за этого они были обозначены. Другой вопрос, если вы спросите, как ты считаешь, Тумсо, Турция, имеет ли она какие-то амбиции, чтобы расширяться, чтобы там, так сказать, Османскую империю возродить? Есть ли у неё такие амбиции? Я скажу, конечно, есть. Но разве это иметь подобные амбиции для Турции, это плохо? Это что-то предосудительное? Я так не думаю. Это, по-моему, какие-то естественные желания этих людей. Другое дело, поддерживаем мы или нет, это уже другой вопрос. Но от того, что они хотели бы стать ещё более могущественными, я думаю, что это нормальное желание для любого государства. Тумсо, любая империя опасна для народа, который завоёван. Если ты так не читаешь, зря ты вообще говоришь об Ичкерии. Тут эти вопросы задают никакие не провокаторы, а фанаты Турции и Турана. Может быть, но это не турки, вот что важно. И я вижу в их вопросах и в этой их пропаганде Турана, я вижу в этом вред. Они пытаются нас всячески рассорить. То есть, Турция сама по себе не говорит ни о каких своих претензиях на нас, о каком-то завоевании нас. Они об этом не говорят. Они являются сегодня для нас как минимум союзниками, хотя я их вообще считаю братским народом. И портить с ними отношения, пытаться из них сделать для нас врагов, когда у нас есть враг, у нас есть империя, которая не гипотетически может что-то сделать, а уже сделала на протяжении 400 лет, делает. Это попытка отвлечь наше внимание от этой главной проблемы. Поэтому оставьте, пожалуйста, турков в покое и Турцию. У нас с ними все нормально и будет, иншаллах, с ними все нормально. Это будет одна из главных стран наших стратегических партнеров, иншаллах. Именно так я ее вижу. И я помню, как наши лидеры и посещали Турцию, налаживали связи с Турцией, их там принимали на высоком уровне. То есть, это страна, которая всегда была нам очень близка. И это нужно сохранить, пытаться поссорить нас с этой страной. Это прежде всего вредно для нас, не для Турции. Для нас это прежде всего вредно. У Турции-то есть свое государство, причем мощное, очень мощное государство. В нашем регионе, наверное, самое мощное государство. С ними, ну хотя не самое, одно из самых, да, с ними потягаться может у нас в регионе только Россия и Иран. Поэтому давайте не будем губить то, что у нас есть. И в конце-то концов вспомните про наших братьев, находящихся сегодня в Турции. Находящихся в положении, когда им больше некуда, если их сегодня выгонят из Турции, им просто больше некуда деваться. Подумайте о них. Ну все, Россия всегда ведет борьбу исключительно с террористами, нацистами, украфашистами, наводит конституционный порядок, защищает русских, но и за моральный ущерб отжимает часть территории. Согласен? Согласен. Согласен. Если спросить Россию, то там, да, всегда. Они никогда войну, войной не называют. У них война всегда называется как-то по-другому. Потом что, говоря про планы России на Туркию, я имею в виду, что Россия хочет настроить все не тюркские, мусульманские государства против Турции, ведь если мы не станем одной силой, то печально кончится урусом. Ну, да, это, конечно, им не выгодно. Что ж тут спорить-то? Турки нам не враги, и мы туркам не враги. У нас нет необходимости становиться частью Турции, и у турков нет необходимости делать нас своей частью, потому что мы для них исторически не являемся врагами и никогда не будем. Будучи свободными государствами, Единым Кавказским Союзом, мы при этом будем очень близки и дружественные Турции. Они могут нас воспринимать как часть себя, как своих братьев. Именно вот так такие у нас должны быть отношения. Они для того, чтобы какую-то территорию поглотить, в этом должен быть какой-то интерес стратегический, тактический. Вот этого интереса у Турции быть не должно, потому что поглотят они нас или не поглотят, от этого ничего не изменится. Мы так или иначе будем для них союзниками, товарищами, братьями. Субтитры создавал DimaTorzok